Всем привет, друзья! С вами снова Крюга ТВ. Сегодня я вам сделаю гайд по ИС-8. Это, так можно сказать, улучшенный ИС-3. К сожалению, не во всех направлениях. Улучшения коснулись орудия. Он пробивает достаточно толстую броню от 195 до 335 мм. И урон наносит от 550 до 912 единиц. Броня же у нас перетерпела изменения. Она стала тоньше. Представляете? И так ИС-3 достаточно хорошо пробивался, а теперь она стала тоньше. 120 мм, башня 201. Это единственное место, чем мы можем потанковать. Так что, собственно, особо-то ничего сильного не изменилось. И уже на этом уровне ИС-8 чувствует себя не очень комфортно. Пробивает его все спокойно. Скорость у него, ну, чуть лучше, чем у ИС-3. Да, орудия, конечно, лучше, но это уже должно было быть давно. Потому что даже у ИС-3 не сказать, чтобы прям крутое орудие стояло. И поэтому я не могу сказать, чтобы ИС-8 был каким-то очень-очень хорошим танком. Просто нормальный такой, обычный, самый тяжелый танк на девятом уровне. Ну, точнее, не сказать, чтобы уж обычный. Потому что, к сожалению, брони на нем абсолютно нету. И из-за этого играть на нем достаточно сложно. Играть надо как на среднем танке. Вот сейчас я залетел прям что-то к врагам. Прям, не знаю, в зарубь какой-то. До этого мне делать не стоило. Наверное, я сейчас только наполучаю, и все. И больше это ничем хорошим не кончится. Но я вот тут вот через окошечко попробую простреливать как-нибудь вот эту вот 44-ку. И думаю, все будет вполне себе нормально. Потихоньку мы и настреляем. Орудие сводится достаточно долго. 2,8 секунды. Достаточно некомфортно из-за этого. Перезарядка тоже для такого урона достаточно долгая. 11 секунд. Аж это если учесть, что экипаж у нас стоит хороший. Прокаченные стоят модули. Досылатель стоит. То есть все стоит. И вот такая вот дико долгая перезарядка. Я не знаю, с чем это связано. То есть как бы и орудие-то вроде улучшилось, но оно даже улучшено и не дотягивает до того уровня, которым оно должно бы обладать на 9 уровне. То есть какое-то более хорошее орудие нужно. Ну а какое еще можно придумать? Это наверное как у штурмтигра с дамагом по 10 тысяч. Ну собственно, такого орудия на ИС-8 никто нам поставить не захочет и не будет. И я уверен, что не дождемся мы этого. Поэтому придется как-то выживать с таким орудием. И с такой броней не кокущей, ну и с такой динамикой более-менее нормальной. В принципе, Пантера вторая побыстрее конечно ездит, но их можно сравнить. То есть у Пантера, наверное, я считаю пушка намного лучше даже. У нее более скорострельное орудие, а урона наносит не сказать, чтобы сильно меньше. Потому что пока ИС сделает один выстрел, Пантера сделает три. И в общем, ей-то орудие прощает на 8 уровне, у нее отличное орудие. Орудие от Королевского Тигра, оно стоит и на Нэшерне, оно просто отличное. А вот орудие от ИС-3, оно какое-то не очень. Оно нормальное, да, и альфа у него больше, чем у, допустим, тех же Нэшернов. Но, к сожалению, только альфа. По другим характеристикам оно достаточно сильно уступает этим орудием. Оно, да, оно было отличным, когда оно стояло на ИС-7 уровне. Когда оно стояло на СУ-100. Это вообще было космическое орудие, которое просто все пенетрировало в хлам. Ну а теперь, к сожалению, оно уже не тащит, можно сказать. Просто самое обычное орудие, с обычным уроном достаточно. Даже, ну да, обычный урон, с долгой перезарядкой, не очень-то и точное, к сожалению. То есть это делает его еще более нехорошим, так скажем. Хотя, в принципе, оно не такое уж и плохое. Это просто может быть моя какая-то личная уже неприязнь к нему. Так что не воспринимайте мои слова всерьез. Танк на самом деле нормальный. Вполне себе. Но, к сожалению, пробивается абсолютно всеми. И меня просто сейчас уже изничтожили. Но перед этим я успел настрелять 6... Ой, 6, говорю. 4600 урона. И это вполне себе неплохо. Ну что ж, я думаю, вы уяснили все по этому танку. Не стоит, как я сейчас, бросаться на врагов. Потому что брони абсолютно нет. И если грамотно пользоваться своей скоростью и своим орудием, то вы можете натворить очень-очень много. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Крюга ТВ. Всем пока.